Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Юлия Селезнёва, заведующая кафедрой биологии РГУ имени Сергея Есенина. А говорить мы будем о пыльцевом мониторинге. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, что это такое, что он из себя представляет? Пыльцевой мониторинг, или как в науке он называется, аэрополинологический мониторинг, это системное мероприятие, которое проводится в Рязанском государственном университете уже 13 лет, с 2007 года. Что из себя представляет? Ну, давайте разберёмся в названии. Аэрос переводится как «воздух», «полина» от латинского «polis», что значит «пыльца». Дословно, это контроль ситуации за качественным количеством составом пыльцевого дождя в режиме реального времени. Организован этот мониторинг следующим образом. На крыше Рязанского государственного университета устанавливается волюметрическая ловушка. Что она из себя представляет, тоже расскажу чуть позже. На расстоянии 18,5 метров от поверхности земли радиус охвата этой ловушки порядка 70 километров, поэтому мы можем смело утверждать о том, что мы имеем дело с региональным спектром, а значит говорить о качественных количественных показателях на всей территории всей Рязанской области. Этот пыльцоловитель, по сути, работает как пылесос с будильником. Сложный, казалось бы, прибор, но помимо естественного потока воздуха создается еще искусственный поток с определенной скоростью. Внутри пыльцоловителя встроена воздушная помпа, которая создает этот поток. Сверху в корпусе ловушки располагается барабан с липкой лентой, который крутится со скоростью 2 мм в час, то есть контролируемый часовым механизмом. Таким образом, 48 мм ленты прокручивается за одни сутки. Пыльцоловитель работает в течение 7 дней самостоятельно, но поскольку мы контролируем ситуацию практически ежедневно, мы меняем барабан через день, по понедельникам, средам и пятницам. Далее барабан снимается с ловушки и отправляется в лабораторию, где мы делаем специализированные стеклопрепараты с использованием среды, окрашиваем, чтобы эта пыльца была видна и поддавалась идентификации, а после этого транзиктальным методом подсчета мы рассматриваем, идентифицируем пыльцевые аллергены, споры аллергенных грибов, все, которые попались на липкую ленту в данные сутки, в конкретный промежуток времени, под микроскопом, через каждые 2 часа. То есть мы можем сказать, какая ситуация в атмосферном воздухе ежечасно. Расскажите, какая ситуация с аллергенами сейчас? То есть пыльца сейчас наша, местная, или есть какой-то занос? Явление дальнего транспорта пыльцы в аэрополинологии известно достаточно давно. Что это такое? Как правило, ядро аэрополинологического спектра, то есть всего пыльцевого облака, который циркулирует в составе воздушного бассейна, составляет пыльца ветроопыляемых растений. И по своей биологической природе она обладает хорошей аэродинамикой, а значит транспортируется с воздушными массами на тысячи километров. Как это отражается на нашей местной картине? Ну вот в этом году мы имеем не штатную аэрополинологическую картину, а именно, как правило, вегетационный сезон на территории средней полосы начинается в середине-конце марта. То есть мы фиксируем первую пыльцу, понимаем, что сначала она заносная, потому что рано, и визуальный осмотр наших местных деревьев показывает, что локальное пыление еще не началось. Но уже потом имеем, скажем так, дело с нашим локальным пыленем. На сегодняшний день, в этом году, аэрополинологическая картина полностью отражает климатическую аномалию. О чем я говорю? Первые пыльцевые зерна аллергенной сережкоцветной ольхи, которая пылит еще до распускания листьев, появились в воздухе 20 февраля. И 26 февраля мы уже имели первый пик пыления ольхи. 46 пыльцевых зерен в одном кубическом метре воздуха. Могу сказать точно, что эта пыльца имеет дальнезаносный характер. Почему? Потому что анализируя суточную ритмику пыления, мы видим, что пик суточной концентрации приходится на ночные и раннеутренние часы. Наши деревья в основном эмиссируют пыльцу в вечерние часы. То есть суточная ритмика говорит нам о том, что эта пыльца имеет дальнезаносный характер. Откуда она летит? Как правило, это занос южных и юго-западных регионов. Скорее всего, это регионы Краснодарского края, Украины и Белоруссии. Такая ситуация впервые в Рязани или она уже повторяется? Надо сказать, что пыльца, которая летит к нам с южных регионов, мы ее фиксируем ежегодно, но в единичных экземплярах. Но так, чтобы иметь пик, вот такой вот, как в этом году, ранний пик, за 13 лет такая нештатная ситуация впервые. Для сравнения, первые пыльцевые зерна ольхи в 2018 году были зафиксированы 15 марта. И тогда мы говорили о том, что это, да, действительно тоже мощный занос, но в этом году все рекорды побиты. Ну и, естественно, это связано с текущей метеорологической картиной. Можно сказать, что интенсивность пыления из года в год возрастает. И длительность сезона пыления тоже увеличивается. Эта информация очень интересна для аллергиков. А где они могут посмотреть все эти данные? Данные об аэрополенологической картине в городе Рязани отправляются три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, на Всероссийский аллергологический портал на сайт Аллерго ТОП. Это централизованная всероссийская сеть, к которой мы подключены с 2017 года. Там вы можете посмотреть не только данные о текущей картине, но и некий прогноз, который ожидает аллергиков в ближайшее время. А что ожидает аллергиков в ближайшее время? Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день пыление орешника, лещи на территории Рязанской области, локальное, уже началось, несмотря на то, что мы имели заносные пыльцевые зёрна. А льха сейчас на старте. И вообще, надо сказать, что флуктуация концентрации, изменение концентрации аллергенной пыльцы зависит от метеорологических условий, температуры, влажности, наличия или отсутствия атмосферных осадков. То есть, если температура будет стремительно расти, то в ближайшее время мы будем иметь всплеск концентрации аллергенной пыльцы, раннецветущих серёжек цветов. Но орешнику уже локальное цветение началось. А льха ещё цветёт, так сказать, единичные экземпляры растений, пылят. Но если будут предполагаемые заморозки, то просто эти растения могут помёрзнуть, и тогда эта картина затянется. Потому что, надо сказать, что раннецветущие серёжкоцветные деревья, они характеризуются взрывным, таким компактным пылением. То есть, они резкой концентрации в воздухе увеличиваются, как только наступает потепление. Но ввиду того, что в этом году у нас вот такая вот аномальная метеорологическая картина, видимо, и растения тоже на это будут напрямую реагировать. Скажу так, что по опыту прошлых лет, ольха, так сказать, да, её основной период пыления продолжительностью 18-21 день. В этом году, скорее всего, картина немножечко изменится, она будет достаточно длинная. Но, надо сказать, что пыление ольхи территории средней полосы при отсутствии климатической аномалии фиксировано где-то в конце марта, с 25-го, 27-го и так далее. А в будущем, что касается заноса другой пыльцы из других регионов, то здесь какая ситуация ожидается? Она совершенно непредсказуемая. Мы можем моделировать траекторию переноса пыльцы и устанавливать регионы потенциальные источники, но уже на зафиксированных моментах. Вот мы её поймали, да, и уже можем судить о том, куда, по направлению ветра, да, или используя специализированные модели, разработанные европейскими коллегами, мы можем уже смотреть, откуда эта пыльца прилетела. Дело в том, что предсказать ситуацию на ближайшее будущее возможно, а сделать долгосрочный прогноз достаточно трудно, потому что, как я уже говорила, концентрация, качественный и количественный состав пыльцевого дождя сильно зависит от направления ветра, от температуры, от влажности, а дальний занос – это, конечно, направление ветра. Южный ветер подул, если в южных регионах аллергенное растение цветёт, а у нас нет, велика доля вероятности, что эта аллергенная пыльца прилетит к нам, и аллергик на неё отреагирует. При всём при том, что у каждого аллергика индивидуально есть своя пороговая концентрация, да, может быть, не каждый об этом знает, но есть определённый порог, который вызывает первичные симптомы аллергии. То есть какое количество пыльцы в одном кубическом метре воздуха на сегодняшний день циркулирует. И, кстати, вот тот метод, который мы используем, позволяет рассчитать эту пороговую концентрацию. То есть какое количество пыльцевого потенциально значимого аллергена на сегодняшний день имеется в одном кубическом метре воздуха. Дневники аллергик, наверное, помогут людям обезопасить цвет. Ну, вот надо сказать, что аллергик, который контролирует текущую аэрополинологическую ситуацию, может в первую очередь, да, наблюдать, вести дневник, так сказать, сопоставлять уровни концентрации аллергенной пыльцы и интенсивность проявления своей аллергической реакции. Это первое. Далее, зная текущую обстановку, человек может вовремя обратиться к врачу, применить ту или иную терапию. Человек может скорректировать диету, прием лекарств, образ жизни, или вообще уехать в другую местность, где это растение либо отпылило, либо вообще не произрастает. То есть таким образом обезопасить себя и, так сказать, улучшить качество жизни в период пыления причины значимого аллергена. У вас очень интересная профессия. Расскажите, а как вы ее выбрали? Ну, собственно говоря, растения меня интересовали всегда, и по окончанию университета я решила заняться репродуктивной ботаникой. Прошла курс повышения квалификации в МГУ, познакомилась с коллегами, а дальше, собственно, узнала про ту научную тематику, которая реализуется на кафедре высших растений Московского государственного университета. Это как раз-таки мониторинг, который там ведется с 1992 года. Ну, и таким образом заинтересовался, решил адаптировать эту методику в Рязани. Сначала использовалось более примитивное, так сказать, подручное оборудование, которое не позволяло получить вот такие комплексные данные, как на сегодняшний день. А начиная с 2015 года все-таки удалось использовать вот такие современные европейские приборы, аналогов России, которым их нет. И вот продолжаем, так скажем, в этом направлении продвигаться. И наши студенты, собственно говоря, вот результат наших исследований, наши студенты тоже с ним знакомы, они используются, адаптируются в учебном процессе и бакалавров, и магистров Рязанского государственного университета. При кафедре работает аспирантура, где, собственно, аспиранты тоже эти исследования проводят и с удовольствием подключаются к этой работе. А что у вас в планах на будущее? Может быть, как-то оборудовать еще лабораторию? Значит, если обращаться к зарубежному опыту, то подобные исследования, положенные в странах Западной Европы, поставлены на очень высокую научную основу. То есть там к этой работе подключены не только биологи, экологи, но и аллергологи, и даже программисты, экономисты математики, которые занимаются, собственно, моделированием и прогнозированием аэрополенологической обстановки. Они не считают пыльцу, они ее не ловят, они используют готовые данные. И, соответственно, на основе этих готовых данных с использованием не только аэрополенологических, но и фенологических карт, карт метеонаблюдений, моделируют и прогнозируют ситуацию, дабы потом, так сказать, помогать аллергикам справляться вот с такой вот сложной ситуацией и улучшать уровень качества жизни. Конечно, расширение, да, мониторинговой сети, оно на первом месте, и на сегодняшний день как раз-таки вот этот проект, которому подключен Аллерготоп, они работают над расширением этой сети не только в Центральной России, как я уже сказала, но и в Южном федеральном округе, на Урале, да, в Сибири. И, конечно, имея возможность работать с таким количеством, там, или, да, вот с людьми, которые контролируют другую обстановку, есть возможность сравнивать, смотреть, устанавливать регионы, потенциальные источники, не просто на уровне предположений, а на уровне вот конкретных аэрополенологических исследований. Конечно, эта работа не ограничивается только подсчетом и идентификацией пыльцы, то есть констатацией факта наличия, да, того или иного аллергена в составе атмосферного воздуха на сегодняшний день. Конечно, эта работа подразумевает и, собственно говоря, анализ зависимости картины пыления от метеорологических факторов. Почему сегодня так, а завтра по-другому? Конечно, это анализ эпизодов дальнего транспорта пыльцы. Очень интересные таксоны встречаются на протяжении вот всего периода наших исследований, такие как амброзия, мы сегодня с вами об этом уже, да, упоминали. Это адвентивный вид, который на сегодняшний день встречается уже и у нас в Рязанской области. Пыльца-то ее зафиксированы достаточно давно, уже с 2007 года, и каждый год набирает она обороты. И, конечно, она имеет пятую степень аллергенности по пятибалльной шкале, и не все знают, что она у нас в Рязани произрастает и возревает. И мы лично эти популяции, собственно говоря, отмечали и в центре города, и на окраине города. Поэтому изучение как раз-таки распространения адвентивных аллергенных видов – это тоже один из серьезных вопросов биоэкологических, который на сегодняшний день остро стоит у нас на повестке дня. Но амброзия зацветет где-то в августе, да, ждать еще не скоро ее? Да, да. Надо сказать, что весь сезон вегетационный делится на три условные периода, три волны пыления. Первая волна – это как раз-таки пыление раннецветущих сережек цветных, которые у нас имеют место быть на сегодняшний день. Вторая волна, которая начинается в мае – это волна пыления, связанная с доминированием в составе воздуха различных злаков и сосны. При этом сосна не является аллергенным таксоном, ну, собственно, ее очень много, и мы ее все равно считаем и анализируем. И вот третья волна пыления – пыление разнотравия – это вторая половина лета и осень. Как раз-таки в этот период пылит, при этом причинозначимой аллергены, у нас наша аборигенная полынь, и как раз-таки встречаются пыльцевые зерна амброзии. Ну, она тоже летит к нам с южных регионов, с Украины и Белоруссии, предположительно. Почему? Потому что, начиная уже с начала августа, единичные пыльцевые зерна встречаются в составе спектра. Но для того, чтобы амброзия прошла цикл до цветения и пыления, необходимо определенное время, необходимо определенные условия, потому что средняя полоса – это вторичный ареал для амброзии, это южные растения. Поэтому у нас, она, наша амброзия, которая все-таки обосновалась у нас в Рязани, она начинает пылить в конце августа, в начале сентября. Вот здесь уже точно можно сказать, и визуальный осмотр растений показывает, что это уже наше амброзия, которое дает аллергенную пыльцу и мучает наших аллергиков. Спасибо. И на сегодня это все. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова